Украинское контрнаступление может начаться вдоль береговой линии Азовского моря. Об этом сообщили в The New York Times. Хотя Украина мало что сообщает американским официальным лицам о своем оперативном плане, операция, скорее всего, будет развернута на юге страны. В том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море, недалеко от захваченного Россией Крыма. Шансы Украины устроить оккупантам драматическое шоу в ходе контрнаступления будут зависеть и от разведки США и НАТО, а также самой Украины, утверждают в издании. Если Америка и союзники смогут выявить существенные слабые места в обороне оккупантов, Украина сможет пробить их с помощью западной техники. Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вержбоу считает. Все зависит от этого контрнаступления. Все полны надежд. Может быть, чрезмерно оптимистичных. Но это определит, будет ли достойный исход для украинцев с точки зрения восстановления территорий на поле боя и создания гораздо более значительных рычагов для достижения какого-либо урегулирования путем переговоров. В ходе предстоящего контрнаступления Украина может захватить маленькие города России, считает исполняющий обязанности командира бригады Азов Богдан Кротевич. Речь идет о стратегии Первой Чеченской войны, чтобы использовать российские населенные пункты как рычаг давления на Кремль. Об этом он сообщил в интервью изданию The Washington Post. Тем временем российское командование напугано и продолжает рыть окопы на юге Украины, сообщает украинский полковник ВСУ Владислав Селезнев. Окопы они рвут не только на западе Крыма, изрыт практически весь север Крыма, вырыты огромные инженерные сооружения на юге Херсонской, на юге Запорожской области. Активно укрепляют свои позиции россияне и на востоке Украины. Россияне пытаются выровнять линию фронта, затем зарыться в землю и за всех сил держать удар в тот самый момент, когда украинская армия перейдет в контрнаступление. Напомним, 12 украинских штурмовых бригад, в каждой из которых по 4000 человек, согласно планам, должны закончить военную подготовку к концу апреля. Об этом сообщалось в утечке секретных документов Минобороны США. Америка и НАТО проводят подготовку и обучают 9 из этих бригад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова